Начнем с главного события этого дня. Во Дворце Независимости состоялась встреча нашего президента с российскими журналистами. Разговор традиционный, в таком формате проходит не впервые, но каждый раз он вносит ясность во многие актуальные темы. Вот и сейчас Александр Лукашенко был готов откровенно отвечать абсолютно на все вопросы. Как результат, более четырех часов о политике, экономике, смертной казни, защите бездомных животных в зале присутствовали и снимающие, и пишущие журналисты, даже блогеры, впервые эксперты из России. Слухи, фейки – это знакомое явление в медиасфере, но когда искаженная информация проникает в дела государственные, другое дело. Нюансы белорусско-российских отношений стали центральной темой. Президент заявил, наша страна отстаивает свой суверенитет и выступает за взаимовыгодную интеграцию, но при соблюдении договоренностей. Если нет, то какая это интеграция? Впрочем, Александр Лукашенко призвал не раздувать пламя из споров союзников. Главное – желание найти компромисс. Все, без исключения журналисты, остались под большим впечатлением от разговора. Отметили в который раз прекрасные ораторские способности нашего президента, умение расставить точки над «и», что говорить. Тезисы уже разобраны на цитаты, их читает многомиллионная аудитория. Анна Пыш в ответе за слово. Все сказанное здесь разнесется на огромную аудиторию. Совокупный тираж изданий, в которых печатаются приехавшие в Беларусь журналисты, более 4,5 миллионов экземпляров. Потенциальных телезрителей и радиослушателей почти 700 миллионов человек. Посещаемость интернет-порталов – 6 миллионов заходов в сутки, а блогерская аудитория – под 3 миллиона. Их смотрят, читают, слушают. Но так ли много знают о Беларуси? И не замыливают ли глаз? Заголовки с негативным подтекстом. Если возникают некие шероховатости, я бы так это сказал, так бы это назвал, это не более чем некие рабочие моменты. Мы два государства, два сильных самостоятельных государства, две державы. Даже друзья иногда могут спорить о чем-то, это нормальная вещь. Без этого, наверное, не бывает настоящей дружбы. Но не более того, о негативе говорить точно не стоит, на мой взгляд. Какие-то недопонимания на уровне политиков, они всегда случаются, без этого не бывает. А люди-то всегда относятся доброжелательно и по-доброму. Все информации, которая в основном идет, она же больше официальная. Про что происходит на высшем уровне. Какие-то газовые разговоры, конфликты обсуждают в основной своей массе. Причем не хватает более такой открытой информации о самой стране. Без привязки к какой-то политической составляющей. Вот как мне кажется. Проехать по стране шанс узнать, чем она живет и дышит, из первых уст. Да, в отношениях Минска и Москвы не все гладко. А может это просто болезни роста интеграции? Чем дальше продвигается интеграция, тем, естественно, сложнее становится процесс управления. Это понятно. И тем выше уровень, уровень требований к методологии, к такой концептуальной базе. Я думаю, что сейчас, наверное, время, когда нужно говорить о самом серьезном, важном, не откладывая. И я надеюсь, что сегодня будет именно такой разговор, и что президент задаст такой соответствующий тон, как это обычно бывает. А мне кажется, что не очень часто у нас негативная повестка. И вообще это вполне нормально. Потому что мы добрые и соседи, и добрые союзники. И мне кажется, чем ближе родственные отношения, тем чаще можно и поругаться, и повыяснять отношения. Потому что обычно люди стараются более держать себя сдержанно по отношению к каким-то совершенно далеким людям из соседнего дома, из соседнего города. Очень хорошо, что и лидеры наших стран совершенно спокойно, открыто полемизируют, дискутируют, обсуждают проблемы. То, что эксперты наших стран разных уровней тоже совершенно спокойно ведут диалог. Журналисты-блогеры впервые на подобной встрече и эксперты из России. Это показывает запрос на информацию из Минска велик. Вообще-то журналистский долг, обязанность, если и не брать, то перепроверять информацию первоисточника. Но когда им становится глава другого государства, это еще и большая журналистская удача страны. Ведь вроде бы и рядом границы нет, но в информационном плане порой будто вырастает стена. Иногда она похожа на блокаду. В России откровенно мало говорят о Беларуси. А иногда информации так много и она так противоречива, что и не разберешь, где правда, а где разыгралась журналистская фантазия. С прошлой подобной встречи прошло два года, но как изменился мир? Слухи, домыслы, фейки, они стремительно распространяются в медийном пространстве, в том числе и в союзном. Президент готов развить любые слухи. Отдельные, кажется, пустили корни в соседней стране. Очень часто я читаю в средствах массовой информации, слышу даже от сторонников нашего союза, заблудших, я их называю, людей, такие фразы. Ну, чего мы кормим все время Беларусь? А некоторые даже подсчитали, что за время независимости нам аж 100 миллиардов долларов отвалили. Я, когда это читаю, думаю, если бы 100 миллиардов, то белорусы подавились бы просто от такого огромного количества купюр, которые поступили в иностранной валюте от братского нашего государства. Полная чепуха. Всегда считаю так, а вот если бы мы это продали, да вот по такой цене, то, наверное, было 100 миллиардов долларов. Я как экономист полагаю, что они так рассуждают. Но вы, люди грамотные и разумные, понимаете, что, во-первых, еще надо продать. Сегодня Россия хотела бы больше продать нефть и газа, но рынок не потребляет столько. Поэтому вот так вот рассуждать – это глупость. А если бы еще рухнула экономика Беларуси, то и это бы не продали. Добавить сюда обслуживание этих кредитов немаленькие проценты, и они выходят не такие уж сладкие. Но главное, по мнению Александра Лукашенко, даже не это, а то, что промкая операция связывает тысячи предприятий, на которых работают 10 миллионов россиян, с семьями все 40. Так кого подпитывает российская экономика? Подарков нам никто не делает. И когда меня тоже где-то там и члены вашего правительства, российского правительства упрекают, я им всегда говорю, вы же умные люди, посмотрите. Вы же не белорусов кредитуете. Вы кредитуете тех 10 миллионов, больше 10 миллионов, 40 миллионов россиян, которые заняты по кооперации на этом производстве. Но чем не информационный повод? Президент ведь обещал, их будет много. Откровенно, но не скандально. В отличие от истории, которые время от времени раскручивает российская пресса. Конечно, мы понимаем специфику формата. Что касается горячих поводов, то какие бы искренне летели в спорах на самом высоком уровне, даже не пытайтесь раздувать из них пламя. Это рабочие моменты. В отношениях между нашими странами еще не было ситуаций, в которых мы не нашли бы компромисс. Связи производственников, в конце концов, регионов покрепче любых уз, уверен президент. Беларусь пускает на свой рынок любой российский капитал. Но взаимно ли это? Неравенство в союзе двух стран появилось не вчера. Президент погружается в историю вопроса в поисках первопричины. О таком они могли не знать. Когда мы говорим о равных условиях, это не значит все собрать в кучу и поровну поделить. Я тоже часто говорю, если взять, сложить достояние беларусов и россиян и поделить поровну, Беларусь захлебнется. Нам столько не надо. Нам надо только то, что нам положено, что мы можем заработать собственными руками и мозгами. Если, как это принято часто в России, будем откровенны, исходить из того, что вы, мы такие огромные, а вы поменьше, Поэтому вот так будет, тогда не о чем договариваться. Это не союз. Это так было изначально. Еще при первом президенте Российской Федерации, когда мы с ним заключали первое наше соглашение после референдума о союзе Беларуси и России в Беларуси. На второй день, почти второй день, тут приземлился президент Соединенных Штатов Америки. Понятно, с чего хотели от нас западные партнеры. Мне удалось тогда этот барьер сломать. И я стал нерукопожатым, или как-то у вас принято говорить, на Западе и вообще последним диктатором в Европе. Это не потому, что я диктатор, а потому, что начали мы проводить такую политику, которая разрушила этот замысел. Я к чему это говорю? Вы задумайтесь над этим. Когда Российская Федерация в нашу сторону, кто-то там в руководстве такие уже появились, махает рукой, да чего там Беларусь? Ну надо подумать, что вы своими руками воссоздаете этот Балто-Черноморский регион. Вот осталось только это окно захлопнуть и все. То, о чем когда-то, 30 лет тому назад мечтали западные стратегии, случится. Передел сфер влияний – опасная вещь. Президент Беларуси, государство-гаранта стабильности и безопасности славянского мира, призывает журналистов нести ответственность за каждое слово. Оружие массового поражения. Сравнение нелестное, но отрезвляющее. Этот посыл тут же находит отклик. Журналисты стремятся разобраться, что происходит в союзном государстве, большинство вопросов вокруг интеграционной тематики. Кто-то спешит хоронить интеграцию, мол, посмотрите. И даже визовое соглашение накануне не подписали. Я думаю, тут проблем не будет. Просто у нас этот документ не прошел внутригосударственной процедуры, внутригосударственной, но самое главное, я его еще не видел. Одна только причина, что мы на уровне президента не сделали заключение. Это последняя инстанция в наших внутригосударственных процедурах. Что касается заявлений об интеграционном провале и так далее, ну, наверное, тот, кто об этом говорит, имеет отчасти право так говорить, потому что в последнее время накопилось очень много вопросов, тяжелых вопросов, которые не решаются. И предложения, прежде всего, российского руководства нарушают букву и дух, главное, дух всех наших договоренностей. Нет нужды в который раз говорить, почему тариф на транспортировку газа не должен быть разным для союзников. Или чем чреват нефтяной налоговый маневр для белорусской экономики. Добавить сюда создание в России производства конкурентов белорусским предприятиям и выходит далеко не самая радужная картина. Разрушается основа нашего союза, в который вы нас звали. И вот в связи с этим появились разговоры, что интеграция проваливается. Ну, подождите, мы еще с президентом не встречались? Если уж мы не договоримся, ну, тогда вот здесь будет зиять огромные дыра в нашей интеграции. На этом, казалось бы, не самом благоприятном информационном фоне российская страна заговорила о необходимости более глубокой интеграции. Дескать, вот тогда все будет равным. Владимир Путин в Санкт-Петербурге, Дмитрий Медведев накануне в Бресте. Если говорить совсем просто, есть повод задуматься, откуда растут ноги. Когда нам говорят, маневр будет, когда будет, ну, некоторые говорят, более глубокая интеграция в союзном государстве. А некоторые напрямую говорят, ну, мы пока не готовы, чтобы вы шестью областями вошли в состав России. Ну, ну, и точка. Я же умею читать, и вы тоже, наверное, между строк. И я понимаю эти намеки. Можно просто сказать, слушайте, вы получите нефть, но вы давайте разрушайте страну и вступайте в состав России. Я всегда задаю вопрос, вот такие вот вещи, они во имя чего делаются? Россия готова сегодня принять Беларусь областями или целиком в состав России? Вы подумайте о последствиях. Вы готовы к этому? И как на это посмотрят в нашей стране? Да и в вашей? Да и международная так называемая общественность? Нам же скажут, что вы за нефть продали страну. Я первый президент Беларуси. Беларусский народ, с продвеку, как у нас в Беларуси кажут, с тех глубинных времен мечтал о своей независимости. Он ее получил. Но те, кто сегодня в России это предлагает, явно не исходит из великих побуждений единения беларусов и россиян. Нет. Что-то здесь другое. Александр Лукашенко несколько раз делает отсылку к скорой встрече с коллегой. Он, может, и хотел бы сказать больше, но сделать этого не может. Хотя расспросить его всячески пытаются. Для нас, запомните, святое. Это суверенитет. Я уже об этом говорил. Ну и та относительная независимость. Я считаю, что абсолютно независимых государств нет. И мы тоже не настолько независимы, но суверенны. А вы почувствовали угрозу суверенитету? Я всегда эту угрозу чувствую. То с одной, то с другой стороны. На то я президент. Это главный вопрос в работе президента. Развивать союз, отбросив личные интересы. Сигнал Москве от Александра Лукашенко. Он вообще не раз подчеркнет. Сейчас так просто увязнуть в мелочах. Взрастить деревья, за которыми не разглядишь и леса. Мелкие проблемы. Их не то, что надо не видеть, отбросить. Их не надо создавать. Слушайте, ну что мы деремся? Ну ладно, вы не продадите нам 5 миллиардов дополнительных кубов газа. Ну куда вы денете этот природный газ? При том бешеном темпе, когда уходят от традиционных углеводородов. Речь заходит и о союзниках в интеграциях большего формата. Журналисты вспоминают шумиху вокруг недавнего саммита ОДКБ. Вопрос не в бровь, а в глаз. А почему бы не пойти на встречу Армении с выбором генсека? Мол, не та ли это мелочь, способная рассорить партнеров? А почему Пашиняну бы не пойти на встречу остальным 5 президентам? Ведь он заварил эту кашу. Ну зачем арестовывали международного чиновника? Если ты мудрый человек, тихонько пришли этот вопрос, избрали бы мы этого чиновника. Не такую он огромную роль там играет в этом. И не было бы этой проблемы. Нет, Николай нас окунул во внутриполитические проблемы. Понимаете, вот то, что это внутри Армении отозвалось, это не мы туда влезли. Это в ходе обсуждения он нас туда затянул. Александр Лукашенко подробно объясняет все нюансы тех переговоров и тонкости дипломатии в отношениях с Ереваном. Так речь заходит и о Нагорно-Карабахском конфликте. Позиция Беларуси и России консолидирована. Страны обещали при необходимости ввести воинский контингент для обеспечения гарантий. Но сложно помочь тому, кто этой помощи не ждет. Ну и тут же минская группа у нас по Нагорному Карабаху, которая ни черта не сделала за эти десятилетия. И не сделают, пока в два президента не сядете и не скажете, что вот давайте эту проблему решим в интересах людей. И как тут не вспомнить Украину? Надо признать, российские журналисты этой темы касаются весьма осторожно. Все боятся, что там будет НАТО. Я недавно Владимиру Владимировичу сказал, слушай, мы с тобой скоро Господа будем просить, чтобы там было НАТО, а не отмороженные нацмены с ружьем. Вот до чего мы можем довести. А теперь представьте на минутку, закройте глаза. Я часто это ночью закрыв глаза, представляю, что у меня под Гомелем будут стоять ракеты с ядерными боеголовками. А у вас там под Ростовом. Каково? Мы что, этого хотим? Поэтому пока не поздно, надо башку в руки взять и не кричать гвалтом, а что-то сделать, чтобы это прекратить. Я уже готов был, как пограничник, стать на той границе. Если нужно, я говорю, ну, учитывая, что ко мне и нормально, русские люди относятся, россияне и украинцы, и выборы там провести по Минскому соглашению. И что вы думаете? Всем, кому надо прекратить эту войну, прежде всего Порошенко и украинцам, они, прежде всего, сами начали это отвергать. Мотивацию нашли. Ну, Лукашенко же пророссийский. Перевернулись ног на голову. Но как тут скажешь по-другому? Конечно, Александр Лукашенко знает, что о нем пишут, как выдергивают его же фразы из контекста. Возможно ли этого избежать? Вряд ли. Стоит ли с этим мириться? Отнюдь. На злобу дня в Питере закончилось совещание. Я уважаю журналиста, сам когда-то мечтал быть журналистом и так далее. Я ему отвечаю на вопрос. Он мне задает вопрос, я ему отвечаю. Дальше. Вот там накал был игрой. Там накал был. Лучше вам не слышать, чтобы пришлось друг перед другом извиняться. Что они делают? Они дают то, что я сказал, перепалку эту с Путиным в открытом эфире. А дальше? А Лукашенко пришлось извиняться перед Путиным за то, что он там с ним вступил в разговор. Да Господь с вами. Я ниже свое достоинство посчитал за этим извиняться. Путин извинялся перед всеми. Там же такой каша была. Назарбаев начал извиняться. И это действительно было. Ну мы извинялись друг перед другом на этом заседании. Но они же тонко специально подсунули эту информацию. Такова уж президентская должность. Всегда есть риск быть непонятным. Может от того Александр Лукашенко вновь и вновь задает вопросы, на которые, кажется, уже даны ответы. Спрашивают о сохранении общей памяти. Президент в шоке от войны с памятниками в соседней Польше. Просит секрет стремительного развития IT-отрасли. Но президент уверяет, ПВТ не сразу строился. Защита бездомных животных. Александр Лукашенко готовит ответ. Бриджит Бордо так договариваются до почти что философских вопросов. Каким вы видите идеальное будущее Беларуси? А в нашей Беларуси идеальное будущее никогда не будет. Знаете, потому что идеальное не бывает. Вообще не бывает. Даже в империи нашей Соединенных Штатов Америки, что там идеально. Посмотрите, что творится. Немало проблем. Поэтому не бывает идеального. А хотя бы наилучшее из возможного. Главное, чтобы не жить в условиях войны. Вот война нам не надо. Ни вам, ни нам. Мы вот так навоевались. А все остальное мы сами сделаем. Что не сделаем, купим. Президент не склонен идеализировать. И формулу счастья видят в простом. Он так открыто говорит о многом, о чем в среде политиков принято молчать, что сам собой рождается вопрос. Подскажите рецепт от лицемерия. Можно ли жить без него? В жизни я не помню, чтобы я лицемерил. Обижаются и домашние мои, и с кем я сталкиваюсь. Я очень жестко иногда реагирую. Но думаю, лучше вот прямо. А не то, что говоришь, смотришь в сторону, думаешь другое, делаешь третье. Это неприемлемо. Но в политике часто бывает, что я не просто говорю одно, думаю другое, а иногда смолчишь и противно становится. Почему не сказал? От честности и прямоте когда-то договорились президенты Лукашенко и Ельцин. Этих же принципов решили придерживаться лидеры Лукашенко и Путин. Просто кто-то этого не понял. Мы редко публично пикировки эти устраиваем, как это было в Питере. Но мы всегда говорим друг другу в глаза. Достучаться до российских журналистов – вот цель встречи. И президент этого не скрывает. Оценить слова Александра Лукашенко можно как угодно. Это право у журналистов никто не отберет, и сам президент к этому готов. Он просит о другом правильно его понять. Хорошо, когда мы дружим, и хорошо, когда у нас все нормально. Ну, а остальные вопросы, вот мне докладывает Владимир Владимирович, предлагает 25 декабря в Кремле встретиться и обсудить эти вопросы. Знаете, какие бы у нас ни были проблемы, мы их решим. Потому что мы их хотим решать. И потому что мы один народ. Нам делить нечего. На этом мы стоим и стоять будем. А кто с мечом к нам придет, мы у него меч отберем. Из этого зала не выйдут явно озадаченными. Президент обещал информационные поводы, и они есть. Многое из сказанного уже – яркие цитаты, броски, заголовки. Но впереди самое важное – осмысление. Я не задал вопрос, но, вы знаете, это показательно, потому что мне просто не понадобилось это делать. Эмоционально, интересно. Александр Григорьевич очень харизматичный президент. Четыре часа пролетели достаточно быстро. Стоит в очередной раз отметить открытость действительно президента и готовность его к диалогу, вот искренность, которая всегда подкупает. Это было очень интересно, это было очень занимательно, и это было очень познавательно. Действительно, Александр Григорьевич, он мощный политик, он несколько раз повторил, что 25 лет президентства – это же вообще не даром. Нужно переваривать все это, нужно все это уложить в голове, постепенно отделить. То есть для нас есть работа, для нас есть серьезная работа. Спасибо, что Александр Григорьевич нам, что называется, дровишек в топку подбросил хорошо. Десятки журналистов и экспертов с многолетним опытом за четыре часа они пусть и не нашли ответы на все вопросы, но и без того такая близкая Беларусь им, кажется, стала ближе. И уж точно понятнее. Кто бы что не говорил. Анна Пыш, Игорь Тур, Сергей Янковский, Виталий Гончарик. Наши новости.